добрый вечер уважаемые любители рок музыки обратите внимание по какому прекрасному городу мы едем сейчас от по маховой улице справа видите прямо по курсу чуть чуть правее гостиница москва знаменитая но теперь это холидай им слева госдума а вот справа манеж знаменитый где проходят всевозможные выставки а еще обратите внимание какая прекрасная сегодня погода дождик ударил и конечно же я понимаю что у вас набивается вопрос а куда же то вы в такую погоду едете под вечер я вам отвечу мы идем на одно прекрасное мероприятие которое будет проходить в ресторане сирена и там будет концерт александра f скляра вместе с джазовым коллективом тромбон шоу максима пиганова концертная программа называется спасибо сердце вам ничего не говорит вот эта фраза спасибо сердце тогда немножко продолжу спасибо сердце что ты умеешь так любить помните песню леонида утесова знаменитую потрясающая песня мне очень нравится творчество утесова так вот эта программа это путешествие по творчеству леонида утесова и они подготовили совместно с тромбон шоу сделали джазовые аранжировки мускайр будет петь песни леонида утесова вкратце для тех кто не знает кто такой александр ф скляр я немножко расскажу а у него судьба такая решительная как и у меня я извините что сравниваю с собой так себя с таким большим человеком почему она такая же потому что он однажды решительно изменил свою жизнь родился он в 1958 году в москве в семье ученого физика мать у него была журналист и он учился на отличном московской школе семьдесят пятом году он закончил ее с отличием а уже в семьдесят девятом он закончил мгимо куда он поступил без всякого блата на международные экономические отношения он закончил мгимо стал работать дипломатом в корейской народной демократической республики и проработал там почти пять лет и дослужился до звания атташе при дальневосточном отделении министерства иностранных дел но затем он решил стать музыкантом тогда рок был в фаворе ему захотелось стать рокерами он бросает дипломатическую службу и уходит заниматься рок музыкой возвращается в москву сначала он играл в группе центр еще в каких-то группах а затем он создал знаменитую группу ва банк это произошло в 1986 году именно благодаря этой группе и и музыки он стал известным музыкантом рок музыкантом какая у них самая известная песня у ва банка мне она очень нравится это действительно шедевр они и спели в 1995 году он называется эльдорадо золотой эльдорадо потрясающая вещь рекомендую послушаться на такого балладного жанра очень хорошо сделано просто шедевр и и тогда в девяносто пятом году радио максимум признала одной из лучших песен года не до сих пор и играют везде но это визитная карточка александра ф скляра то такая вот у него судьба но хотя злые языки говорят что он не сам ушел с дипломатической службы по его уволили за то что на какой-то вечеринке под простую гитару начал петь белогвардейские песни но это вторая версия ухода в музыку но тем не менее рок-музыка приобрела а советская дипломатия принесла тяжелую потерю александр шкляр ушел в урок музыку это такая вот у него решительное изменение судьбы но согласитесь карьерный дипломат и бросить это нам нужно было быть решительным человеком потому что у карьерного дипломата открывались перспективы колоссальные и вот после этого он сва банком он объездил многие страны европы группа была популярна это она и сейчас и он многие делал коллаборации с разными музыкантами и наиболее удачная коллаборация у него получилось гариком сукачев на мой взгляд опять-таки они в том же девяносто пятом году создали такой проект боцман и бродяга они пели такие советско-бардовские песни самосочиненные ну и либо перепевали другие но прекрасно получилось у них такой дуэт и в 2021 году они выпустили вторую часть я вот хочу попасть на концерт боцман и бродяга сукачева и александра эвскляра мне очень понравилось я слушал пластинку понравилось очень хорошо сделали вот такой человек александр эвскляр теперь вкратце расскажу вам что такое тромбон шоу максима пиганова это профессиональный джазовый коллектив очень востребованный там действительно люди играют на тромбонах там все профессиональные музыканты и сам максим пиганов это профи что я подразумеваю под профи это люди которые получили профессиональное музыкальное образование консерватории либо гнесинка я честно не знаю что закончил максим пиганов но то что он работает преподавателем в академии музыки гнесиных это точно плюс он второй дирижер и солист оркестра олега лунстрема это тоже о многом говорит это один из выдающихся джазовых коллективов поэтому естественно там с ним работают такие же профи рок-музыканты как правило это самоучки но взять того же александра эвскляра он по профессии к сейчас конечно же музыкант профессиональный но по образованию он дипломат поэтому как музыканту самоучки а это профессиональная команда поэтому они очень востребованы очень у них разнообразные программы и одна из программ у них как раз называется что-то музыка из патефона что-то такого там как раз она сделана по мотивам произведений леонида утесов я думаю именно поэтому они друг друга и нашли и сделали вот эту программу которая сегодня прозвучит в ресторане сирена по мотивам леонида утесова только здесь александр эвскляр будет петь эти песни очень интересно будет посмотреть как они сделали и как они увидели музыку утесова в такой джазовой интерпретации это очень интересно поэтому предлагаю поехать вместе с нами и послушать эту я уверен прекрасную музыку уважаемый любитель дорог музыки но вот мы и на открытой веранде ресторана здесь видите все подготовлено для выступления но я кое-что забыл вам сказать потом ехали я забыл хорошо форвать букву с точкой александр эвак точка стиля он по отчеству феликсович так как скляров очень много поэтому он себя называет именно так александр эвак точка стиля уважаемые любители рок-музыки что я еще хочу сказать в дополнение к портрету александра эвскляра я начну издавить вы знаете любой художник оторвавшийся от своего народа от своих корней от своей страны теряет полностью все свое вдохновение потому что только твоему народу нужно твое творчество только им больше никому так вот александр эвскляр это патриот нашей страны и он это демонстрирует на протяжении всей своей жизни и своими песнями и своими действиями в четырнадцатом году он проезжал всего стопор выступал поддерживая референдум по присоединению карима к россии в четырнадцатом же году он проезжал в донбасс по приглашению захар апрелятина и давал концерты там нашим бойцам бойцам имеется днр и лнр и сейчас это вам в апреле он давал концерт на бережных челнах в этом музыкально патриотическом марафоне за россии поэтому человек открыто заявляет свою позицию русскую патриотическую я его за это уважаю приветствую уважаемые любители рок-музыки не буду потихоньку комментировать какой сет нам устроен концертный для начала они принесли средиземноморскую селедку я так называю устрицы у них едят устрицы святку не едят закуска подвину хорошего поэтому я вам пробовал уважаемые любители рок-музыки но я по-своему употребляю средиземноморскую селедку и обычно обычно выдавлю то лимончик немножко соли и 5 и в таком виде средиземноморская селочка идет за милую душу жаль что я пить бросил тут иногда жалею примете вот хочется нельзя потому что рок-музыкант должен быть резвым рубить на сцене по внутрь ранее не здесь нельзя поэтому остается в сухомятку есть устрицы свеженькие хочу сказать свеженькие я немного нарушил свою интеллигентскую традицию и не произнес тост до того как съел закуску так я же бросил пить из три с половиной года не пью поэтому-то навыки много теряются но мастерство не пропьешь поэтому я произнесу тост после того как я съел устрицы выпить я хочу за то что несмотря на проливной дождь несмотря на посмотрим на погоду чтобы хорошее настроение всегда было рядом с нами чтобы радовать жизни всегда уважаемые любители рок-музык вот мы ехали сюда а я вам говорил что трамбон шоу это профессиональные музыканты вот угадайте что выдает профессиональных музыкантам на сцене не угадаете наличие пюпитров под ноты потому что профессиональные музыканты играет по нотам это рокеры им пюпитры не нужны ну разве что слова там прятать который забываешь ставить на них а нот а нот а не на рокеры не пользуются поэтому это говорит о том что трамбон шоу будет работать как по нотам а вот перед старым блюдом я уже традицию не нарушу я тост произнесу сначала нам принесли салат из морепродуктов но это же не просто ресторан это рыбный ресторан здесь практически основные все блюда и закуски они рыбные либо без морских гадал вот это из морских гадал и я хочу поднять тост за то чтобы мы не боялись никаких годов особенно морских чем мы были смелыми и отважными чтобы мы помнили что главное качество человек это смелость вот давайте вкусно хорошо вот умеет человек казалось бы салат сделать вроде ничего сложного а испортить можно самое простое блюдо а шеф-повар ресторана сирена делать сюда все великолепно принесли основное блюдо из этого сакова запеченные кольмары под огурцами и соя со соусом майоли я уверен что это очень вкусно и потом напрашивается толстый самый актуальный в наши дни за россию матушку хорошо он хотел сказать плохо а хорошо скляр встречайте сердце сердце тебе не хочется покой сердце сердце как хорошо что ты такое спасибо сердце что ты умеешь это любить песни мы поем естественно из репертуара леонида утесова мне очень нравится эта программа я всегда ее пою с огромным удовольствием а сегодня особенно потому что это последние майские дни вот вы только представьте себе друзья заканчивается это весна и до следующей нам ждать еще целый год поэтому будем благодарны за то что сегодня мы можем здесь все собраться и провести этот замечательный майский вечер а а а а а а а а И бес темнилась. Попли окна в сумраке зажглись, Здесь живут мои друзья, И дыхать затаят ночные окна, Вглядываясь я. Только глянет над Москвою Утро вешнее, Заладятся по маленькому облакам. Выезжаем, друг, с тобою, Мы по-прежнему, И как прежде поджидаем седока. Луч луны Упал на ваш портрет, Милый друг Давно забытый хлеб. Когда проходит молодость линея, Ночи кажется, Что раньше было сказано, Теперь уже не скажется. Отчего ты сбросил? Я всегда в печали, Слезы подступая, Льются через край. У меня есть сердце, А у сердца песня, А у песни тайна, Хочешь, отгадай. Чёрные стрелки, Проходят сверху, Быстро капелцам Колёсики стучат, Скачут минуты Среди заботы дел, Бегут, 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 И месяц пролетел. Пролетают года, Как минутные сны, Как ромашки на мягком лугу. Уважаемые любители рок-музыки, Ну, пока музыканты ушли на антракт, Мне хотелось бы Высказаться о стилистике Александра Ф. Скляга, Потому что вот он бросил Дипломатическую службу И ушел, якобы как в рок-музыку. Но, если честно говорить, То рок-музыка, Это назвать можно С очень большой натяжкой. Тот стиль, который играл ва-банг. Но зато У Александра Ф. Скляра Выработался свой собственный, Индивидуальный, Неповторимый стиль. Он легко узнаваемый, И ни на что не похожий. С моей точки зрения, Это такая смесь, Причем очень гармоничная смесь. Повторюсь, не эклектичная, А гармоничная смесь. И советской эстрады, Типа Утесова, И фольклора, Такого дворового, народного. На грани с шансоном. Но не шансон блатной, А шансон, который пел Высоцкий. Вот такой шансон. Дальше, ну смесь, конечно же, Рок-музыки. Ну еще бардовская песня. И все это вместе замешано, И получился вот такой вот Индивидуальный стиль Александра Ф. Скляра. Очень хорошо узнаваемый. Поэтому я за Такие оригинальные подходы К созданию собственных стилей, Неповторимых. Мне нравится. И то, как он поет Утесова, Просто супер, Очень хорошо, очень. Прям я получаю Наслаждение, не удовольствие лежать. Я наслаждаюсь Этой прекрасной Профессиональной музыкой. И вот этим тембром И точностью Интонирования Александра Ф. Скляра. Класс. И хотелось бы, конечно же, Высказаться Об этом прекрасном Джазовом коллективе Тромбон-шоу Максима Пиганова. Это профи Не просто так Стояли Подставки для нот. Это профи Высокого класса. В коллективе Четыре тромбона Контрабас Барабаны И фортепиано. Так вот, Что я хочу отметить. В джазовых коллективах Вообще в джазе Солирующим инструментом Является труба. Это аксиома. Максим Пиганов С солирующими инструментами Сделал тромбон. Хотя тромбон В оркестре В духовом Как правило Играет роль Бас-гитары. Но у них Здесь контрабас С барабанами Держит ритм Ритмисекция. А тромбоны Практически каждый Солирует. И это было Сразу было заявлено В увертюре В начале концерта. Когда он Устроил Классический Дикселент С перекличкой Всех четырех Тромбонов. Прекрасно. Вот так вот Играют. Это Это наслаждение Качеством Звука Качеством Свинга. Ну просто Прекрасно. Я аплодирую Максиму Функции Класс. Супер. Уважаемые Любители Рук-музыки. И Хочу Отметить И качество Звука Несмотря на Открытую Площадку Потому что Это Очень качественная музыка. Очень качественная. Она Фэшенебельная. За счет Своей Чистоты. За счет Своей Профессиональности. Очень хорошо. Очень красиво. Не надо. Не надо. Мне очень нравится. Посмотри Посмотри Последний раз На эту пристань Фонари Фонари На ней висят Туманем Глистом Теплоход Теплоход Уходит В море Теплоход Свежий Ветер Сердцу Вторит И Поет Ну Не печаль Все Дорогая Все Пройдет Теплоход Теплоход Наших Советских Бойцов Теплоход 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 Ночь Коротка Спят Облака И Лежит У меня На ладони Незанаком Моя Ваша Дорога Когда мы были молоды Бронили мы по городу Встречали мы с подружками Рассовет ПОГРА Рассовет Теплоход 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 Встречал С Субтитры создавал DimaTorzok 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 И не теряет бодрость духа никогда Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому казалось бы У него должно быть плохое настроение Но у меня плохого настроения не бывает А после сегодняшнего вечера Оно еще и поднялось На недосягаемую высоту Почему? Потому что я поприсутствовал на концерте Высокопрофессиональных музыкантов Звук потрясающий Чисто все, аккуратно Все точно в ноте Все очень красиво И очень оригинальные аранжировки Сделал Максим Пеганов И очень оригинальная И приятная манера Исполнения Александра Эвскляра Я хочу сказать, что его манера Мне даже больше нравится Чем манера Утесова У него такая он оригинальная Утесова все-таки такая Традиционная эстрадная Такое пение А у него Мне больше понравилось Ну, понятно, что в любом случае Лучше оригинала Ничего не бывает Понятно, что Утесов Это оригинал А это все-таки Его интерпретации Но, тем не менее Мне очень понравилось Как Александра Эвскляр Вместе с Максимом Пегановым Сделали этот проект Вот такой Всем рекомендую Побывать на таком концерте Просто великолепная Музыка Великолепный отдых Вот так Мысли в слух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Молощуком 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 Молощуком